Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфи. Автор книги «Тайная психология денег. Скрит, богатство и процветание». Глава 4 моей книги «Страница 37. Освободите свое сознание от ограничений негативных установок. Как убедить себя стать богатой? Процветающих людей в мире гораздо меньше, чем людей бедных, больных и несчастных. А самое интересное, если их спросить, хотят ли они быть преуспевающими, здоровыми и счастливыми, они ответят, конечно, а кто же не хочет? Получается, каждый хочет иметь такое желание, но вот на подсознательном уровне они не верят, что достойны этого. Их подсознание запрограммировано на нищету и зависимость. Сколько вам лет? Сколько лет вы создаете свой образ? 20, 30, 40 или более, говоря себе, кто вы и на что можете рассчитывать? Кстати, такое программирование, как телевидение, новости, разговоры о бедах и несчастьях, которые так охотно многие пересказывают друг другу, все это играет огромную роль. А о чем еще говорить? Как много проблем? Что плохого случилось сегодня в мире? Где упал самолет или произошел теракт? Кто с кем живет и кто от кого ушел? Вы скажете, так поступают все, а вот и нет, не все. А к тому же, дорогие мои, сейчас мы не говорим обо всех, сейчас мы говорим о вас, о вашей жизни, благополучии и процветании. А ваши собственные негативные мысли, страхи и сомнения, ну и, конечно, то, что закладывалось в подсознание на протяжении всей жизни, начиная с детских лет. Все хорошее и плохое, все события, чувства, мысли и эмоции отражены и запечатлены в подсознании, как в компьютере. Почему люди поступают так, а не иначе? Это очень интересный вопрос. Каждый действует в соответствии со своими убеждениями, с тем, что заложено в подсознании. И в соответствии с тем, на что оно настроено, что в нем заложено, таким образом мы и реагируем, и поступаем в различных ситуациях. Подсознательные программы порождают нашу реальность. Внутреннее управляет внешним, уравновешивает. Если внутри человека присутствует страх, недостаток, нехватка, то внешние обстоятельства, уравновешивая внутреннее состояние, будут выражаться как бедность и нужда. Поэтому очень важно выяснить, какие присутствуют установки. Вспомните, что говорили о деньгах, богатстве, процветании, ваши родители, родственники и хорошие, знакомые. И каких убеждений придерживаются люди, которые окружают вас. А теперь посмотрите на свои установки и убеждения. Почему для одного человека возможно что-то, что для другого кажется совершенно нереальным, а ответ скрыт в убеждениях этих людей? Для кого-то невозможно, для кого-то невозможно, его ограничивают внутренние убеждения. Так как, чтобы изменить внешние обстоятельства, сначала необходимо изменить внутренние. Это страница 39, мои книги, дальше я тут такие негативные установки. Так что, ну как-то что-то, не хочется мне эти негативные установки, думаю, что такое о позитиве, такое позитивное. Как говорит восточная мудрость, сосуд, наполненный страхами, несчастьями и бедностью, нельзя наполнить радостью, удачей и изобилием, потому что он уже полон. Поэтому сначала его нужно опустошить. Это можно сделать, убедив себя, а значит свое сознание и подсознание, что вы свободны от ограничений и запретов, и достойны богатства и процветания. И в этом вам помогут позитивные утверждения и визуализации. Смотри следующие главы. Пытаться стать богатым и процветающим с негативными программами и установками, все равно, что плыть против течения, дорогие мои. Поэтому необходимо выявить и перепрограммировать их, а также укоренить в сознании новый образ, новую реальность. Позитивные мысли о процветании, деньгах и изобилии. Убедить себя, вселить веру в свои силы и бесконечные возможности. Когда позитивная установка укоренится в вашем подсознании, она начнет работать автоматически. Точно так же, как большинство процессов в нашем организме. Например, наше дыхание. Вы же не задумываетесь, что вам надо вдохнуть воздух и не забыть его выдохнуть. Этот процесс происходит автоматически. Наш разум можно сравнить с садом. Если вы не следите за своим садом, вашим сознанием, то ветер будет приносить в него разные сорняки. И совсем неизвестно, что в нем вырастет. Но если вы сознательно следите и ухаживаете за ним, то вырастет именно то, что вы хотите и планируете. То же самое и с сознанием. Ухаживая и отфильтровывая поступающую информацию и специально закладывая в него мысли, программируя его на процветание, успех и изобилие, вы получите соответствующие результаты. Мысль повинуется нашей воле. Все ограничения и запретов существуют только в сознании. Хотите стать свободным от ограничений? Тогда и скажите, я свободна от ограничений. Я выбираю свободу, радость, процветание и изобилие. Да будет так. Заставьте поверить в это ваш разум. И так оно и будет. Продолжение следует...